За последние шесть лет на моём канале было очень много разных интересных теорий, касаемо Left 4 Dead 3. И практически никогда я не рассказывал, почему жду эту игру. Возможно, сами теории как раз и были ответом на этот вопрос, но причин гораздо больше. И с них мы и начнём. Давайте вспомним дисбалансный версус, с которым всё очень плохо. Во-первых, в публичной игре на официальных серверах могут играть игроки абсолютно разного уровня, особенно спустя такое долгое количество времени. И очень часто можно было замечать, как они собираются в одну команду. Тем самым игра превращается в одну калитку. Да, конечно, вы в любой момент можете её покинуть и найти другой сервер. Но разве это вы искали? Забавно, что в Left 4 Dead 2 есть командный режим соревнований, который, конечно же, никто не играет. Вы хоть раз пробовали собрать там пати и найти соперника? Вот и соперник тоже не пробовал. Это делается всего лишь один раз с друзьями, чтобы получить достижение в сборе. Теперь представим немного другую ситуацию в том же версус режиме. У вас получилось собрать более-менее балансное лобби. И тут возникает новая проблема. Оружие, которое используют выжившие, гораздо мощнее, чем заражённые. И, к сожалению, это уже не исправить, потому что прошло очень много времени и игроки научились с него стрелять. А новички, которые приходят в эту игру, быстро из неё уходят. Потому что они либо не понимают, как в это играть, либо их просто кикают с сервера. Ну и раз уж зашла речь про сервера, с ними тоже есть масса больших проблем. Более закалённые игроки как раз помнят, что сервера Valve работали очень нестабильно, потому что они постоянно вылетали или были отключены. Удовольствие вы от этого получаете тоже неполноценное, потому что они используют слишком маленький тикрейт. А изменить свою интерполяцию, чтобы хоть как-то игра приблизилась к адекватной, может не каждый. Единственный способ нормально играть в Versus режим — это неофициальные сервера. Но такие ещё надо поискать. И здесь ситуация настолько критичная, что из всех неофициальных серверов можно выделить только один. Если быть точнее, это не прям совсем один сервер. Это группа серверов, на которых вы можете адекватно играть. И поверьте мне, на таких серверах игра в Versus режиме максимально отличается от того, что вы видите на обычном паблике. Такое положение укрепилось в Left 4 Dead уже очень давно. Об этих серверах знает не каждый, и поэтому они абсолютно исключают непрофессиональных игроков. И то не всегда. И разве вам не кажется, что здесь пора делать новую игру? На этих неофициальных серверах очень часто проводили турниры. Практически каждый год можно было лицезреть от одного до трёх турниров. И все они были на высшем уровне. Мне кажется, игроки доказали, что в лафте нужна соревновательная дисциплина, а не просто по фану бегать убивать зомби. И когда я лично сам участвовал в турнирах, а также наблюдал за ними со стороны, то неоднократно сравнивал их уровень зрелищности с турнирами в Dota 2, до которого лафта вполне дотягивает. Версус в серии игр Left 4 Dead очень даже может в киберспорт. И это одна из главных причин, почему же я жду Left 4 Dead 3. Все мы прекрасно помним, что концепт Left 4 Dead появился благодаря Counter-Strike Source, когда разработчики играли против 30 ботов, и в руках у них был только нож. Эта идея обрела невероятный масштаб, а потом сразу через год у нее появился сиквел. Ровно то же самое произошло из Counter-Strike Global Offensive. Разработчики просто взяли Left 4 Dead 2 и из этой игры сделали новый Counter-Strike, который сейчас обновляется гораздо чаще. И абсолютно все изменения, которые происходят в этой игре, включая также и будущее, вполне возможно могут перекочевать и в Left 4 Dead 3. Да простят меня все кейсеры, которым нравится эта игра, но если говорить простыми словами, CS GO — это ранний билд Left 4 Dead 3. Нравится вам это или нет? И давайте прямо сейчас выясним, что же можно позаимствовать из Counter-Strike Global Offensive, чтобы добавить это в будущее продолжение Left 4 Dead. И первое, что бросается в глаза — это, конечно же, главное меню. Довольно сложно сказать, что оно очень удобное в плане навигации, но визуально это все выглядит, конечно же, красиво. Можно покрутить персонажа, приятные звуки, также можно заменить фон, да даже можно изменить оружие, которое держит ваш персонаж. Так или иначе, разработчики, скорее всего, позаимствуют те или иные элементы из этого главного меню. Выбор той или иной стороны тоже можно, в принципе, позаимствовать. Вместо обычных статичных картинок здесь стоят персонажи и даже проигрывают какую-то анимацию. И я думаю, абсолютно без сомнений, гораздо приятнее смотреть именно на это. Огромное количество нововведений также можно позаимствовать из режима Danger Zone. Здесь игра в Counter-Strike совершенно в какой-то другой вселенной. И первое, что бросается в этом режиме в глаза — это как персонаж спускается на тросе. Такая анимация неплохо бы смотрелась и в Left 4 Dead. Например, в начале кампании, когда мы спускаемся на тросе по приказу военных, чтобы что-то для них найти. А в конце кампании, когда мы выполним задание, ровно так же ухватимся за трос и улетим в закат. Еще одна примечательная особенность — это рукопашный бой. Так и хочется какому-нибудь зомбаку снести челюсть. Также немаловажным будет отметить на секундочку метательное оружие. И речь не про какие-то там гранаты, которых и так везде полно. Вы можете просто взять обычный гаечный ключ и бросить его врага. И я думаю, бросаться в зомбаков всякими разными предметами будет довольно весело. Еще мне очень нравится, как здесь пополняются патроны. Если мы их вспомним в Left 4 Dead, то там просто лежит огромная бесконечная куча, которая никогда не заканчивается. Здесь же это выглядит довольно реалистично. Они имеют свойство заканчиваться, и это очень круто. Также обратите внимание, что их в количестве всего лишь четыре штуки. В прохождении Left 4 Dead 3 также имеют место быть и лутбоксы, которые предположительно оставили военные или другие выжившие. Точно так же, как и здесь, разбив такой ящик, там будет лежать какое-нибудь оружие или боеприпасы. Невозможно пройти мимо летающих дронов, которые можно использовать как предмет уничтожения. Здесь им можно управлять, и будет круто, если с его помощью также можно будет истреблять толпы зараженных. Ну или куда-нибудь просто отвлечь. Точно так же эти дроны могут скидывать лут, а может быть даже препятствовать прохождению, но это довольно странно. Визуальные эффекты тоже не пройдут мимо, потому что здесь есть адреналин, и только посмотрите, как изменился его эффект. Мне он нравится здесь намного больше, чем в самой Left 4 Dead. И думаю, в следующей части они тоже прихватят его отсюда. Про саму Danger Zone можно говорить бесконечно. Не знаю, был бы уместен в Лефте Battle Royale как отдельный режим, но вот Danger Zone неплохо посмотрелось в режиме сбор, выживание, да даже, например, в той же кампании, чтобы у выживших не было мотивации вернуться назад. И я, кстати, считаю, что это одна из самых крутых зон, если сравнивать её с другими батл роялями. Короче, её надо где-то использовать. А что же у нас насчёт турелей? К большому удивлению, они здесь тоже имеют место быть, и данная технология просто идеально вписывается в сеттинг зомби-апокалипсиса. Но поскольку они не умеют отличать заражённых от людей, они также могут быть препятствием у выживших на пути. А вот здесь как раз даже лишней не будет и броня, которую также можно найти. Не забуду я также и про очень удобные метки, с помощью которых можно помечать различные предметы или в какой стороне находится враг. А сейчас многие будут сильно удивлены, но я бы хотел, чтобы лэфта была также монетизирована, как и Counter-Strike. А именно, чтобы там были разные скины на оружие, граффити, наклейки, наборы музыки. И это всё имеет место быть не только для самих разработчиков, чтобы они получали с этого доход, но также и для самих игроков. Потому что они тоже могут получать с этого доход, если сделают какую-нибудь раскраску для оружия в мастерской и её одобрит сообщество. К этому ряду также относится и оружие, которое есть в арсенале CS GO. И я это говорю не просто так, потому что то же самое было из серии Left 4 Dead. Чтобы тестировать оружие, которое будет в этой игре, им надо его где-то взять. Именно поэтому в серии Left 4 Dead можно наблюдать оружие из Counter-Strike. Арсенал CS GO сейчас у вас перед глазами. Все эти пушки вполне вероятно будут в продолжении, а я лишь скажу, что звуки, которые также были впоследствии изменены, также вполне возможно окажутся в Left 4 Dead 3. Но лучше бы этого конечно не происходило. И я очень надеюсь, что в наших ушах будет звучать что-то получше. Также не стоит забывать и про рукопашное оружие, арсенал которого скорее всего тоже пополнится. И одним из самых вероятных рукопашных оружий скорее всего будет Огнетушитель. Давайте вспомним обложку комикса Жертва, который разработчики сделали для серии Left 4 Dead. В одной из глав Луис как раз его использует как рукопашное оружие. И во время прохождения мы все прекрасно помним, что его можно встретить на каждом ходу. Может быть с его помощью мы также сможем тушить огонь. Ну или поконы бомбящих тиммейтов. Но об этом все же еще рановато мечтать, потому что Counter-Strike Global Offensive собирается перейти на Source 2 движок. Пять лет назад я был одним из первых, кто начал об этом говорить. И с каждым годом это становится возможным все больше и больше. И если Counter-Strike Global Offensive все же перейдет на Source 2 движок, разработчики в этом решении будут абсолютно правы. Потому что CS GO это шутер от первого лица с миллионной аудиторией и где как не здесь его тестировать. Да, сейчас есть Dota 2 на Source 2 движке, Half-Life Alyx на Source 2 движке, но все эти игры максимально противоположные друг другу. Dota 2 это MMORPG, а Half-Life Alyx это вообще VR. И Source 2 движок как раз имел огромный ряд проблем в играх с элементами шутера от первого лица. Уже ни для кого не секрет, что компания Valve в 2013 году хотела создать на Source 2 движке Half-Life 3 и Left 4 Dead 3. Разработка этих игр началась одновременно, но они обе не закончились, потому что Source 2 движок был еще не готов. Да даже просто сам факт того, что эти игры были в разработке, уже не может не радовать. Это отменяет абсолютно все шутки касаемо компании Valve, что они якобы не умеют считать до трех. Они умеют и уже пытались, а значит и попытаются снова. И если в это немного углубиться, до трех не умеет считать именно глава компании. Но от него с момента основания ничего не зависит. Абсолютно каждый разработчик может заниматься тем, что он хочет. И это уже просто давно пора понять. Конечно, в такой среде очень трудно собрать команду, чтобы создать что-то инновационное. А это тоже одна из главных причин, почему мы любим Valve за их игры. И если мы в очередной раз обратимся к сборнику последней часы разработки Half-Life Alyx, в нем будет сказано, что на момент выхода Half-Life Alyx Source 2 движок даже еще не полностью закончен. И прежде всего нам всем надо дождаться, когда на него перейдет Counter-Strike Global Offensive. Потому что именно тогда можно будет ждать будущие проекты. А сейчас о них можно только помечтать. Но это мы, собственно, и делаем. В этом сборнике также нам рассказывают, какой могла быть Left 4 Dead 3, а также есть видео презентация измененной четвертой главы компании Болотная Лихорадка на Source 2 движке. В 2010 году разработчики уже начали тестировать Source 2 движок. И одним из тестов как раз и была четвертая глава компании Болотная Лихорадка, сливы которой мы также получили в 2013 году. Когда, кстати, началась разработка Left 4 Dead 3? К большому сожалению, разработчики начали делать эту игру на незаконченном движке. Место действия игры должно было происходить в Марокко. И у нас есть слитые скриншоты. На первый взгляд может показаться, что это концепт карты Сирока из Counter-Strike Global Offensive. Но, к сожалению, это не она. Это концепт Left 4 Dead 3, который оказался неудачным и, чтобы не пропадать добру, как раз и был использован в CS GO. Именно поэтому карта Сирока имеет точно такое же название, как и Марокко, где как раз и должно было развернуться место действия Left 4 Dead 3. Концепция игры заключалась в том, что игра будет в открытом мире, который будет насчитывать огромное количество зараженных, а его локации постоянно бы менялись в зависимости от степени прохождения. И, если честно, может быть, даже и к лучшему, что у них ничего не получилось, потому что я напомню, что Left 4 Dead — это кино в рамках какой-то вселенной. И, скорее всего, сохранился бы концепт компании, просто они были бы без загрузок. Что мы, кстати, всё ещё можем получить, либо просто одна глава будет в разы больше. Но, скорее всего, это никому не будет нравиться. Ну, потому что зачем нам большие карты в Left 4 Dead, когда буквально его суть — это дойти от убежища до убежища, чтобы выжившие и сами игроки могли передохнуть. И если это уберут, я в это играть не буду. Единственный адекватный масштаб, который может предложить нам Source 2 движок — это как раз детализация, огромное количество зараженных и огромное количество используемых предметов. Ведь как раз это нам и нужно. Чем больше взаимодействий, тем интересней игра. И я очень хочу верить, что разработчики это понимают. Нам не нужны огромные открытые миры, и это можно сделать в качестве отдельного режима. Например, огромный открытый мир можно сделать в качестве батл рояля, который бы неплохо вписался во вселенную Left 4 Dead. И давайте обсудим, какие ещё режимы могут появиться в игре. Ведь вряд ли мы ограничимся тем, что уже раньше было. И, пожалуй, начнём с золотой классики — это, конечно же, одиночный режим. Давайте вспомним, какие у нас проблемы возникали на ранних этапах игры. И проблема там была всего лишь одна — это ваш скилл. Ладно, шучу. Это боты. Боты, которые невероятно тупят. Не могут вас поднять, когда это нужно сделать. Куда-то убегают, телепортируются и прочее. Они просто максимально мешают. И было бы круто, если одиночный режим как раз и будет в рамках одного игрока. Для него можно взять какую-нибудь отдельную локацию и какого-нибудь отдельного персонажа. Например, того же Вайтекера. И рассказать его историю в отдельном режиме. Немного его урезать. Сделать карты поменьше. Сделать его немного сильнее. Заражённых немного слабее. Но так, чтобы одиночный режим проходился в одиночку. Оставьте команду выживших для команды друзей. А одиночный режим сделайте для одного игрока. И благодаря такому режиму можно даже сделать Versus 1 на 1, который в Left 4 Dead 2 очень любят. Просто возьмите за основу одиночную кампанию с этим одним-единственным игроком. Поставьте против него ещё одного игрока и будет шедевральный режим. А самое главное — официальный с каким-нибудь рейтингом и плюшками. Точно так же можно поступить и с режимом 2 на 2. Который также, кстати, уже используется в Counter-Strike. Если его добавили туда, почему бы не добавить и в Left 2? Возьмите также два персонажа, которые, не знаю, разделились от группы выживших или ещё что-то. Сделайте для них специально отделённые кампании. Расскажите их историю. А также сделайте из этого Versus. И это будет только огромный плюс. И раз уж на то пошло, давайте уже и про 3 на 3 поговорим. Здесь, кстати, можно рассказать историю выживших из первой части. Потому что, как мы помним, их осталось трое. И было бы очень круто узнать их историю, а также поиграть в Versus режим. Но и классические режимы можно даже не упоминать. Конечно же, они должны быть в игре, потому что надо сохранять каноны. Самое главное, я очень надеюсь, что появится соревновательный режим, который есть в Counter-Strike Global Offensive, во второй Доте и даже в Team Fortress 2. И серия Left 4 Dead заслуживает его не меньше. В качестве рангов очень бы неплохо смотрелись особые заражённые. Особенно, если учитывать то, что их может прибавиться. Как я уже говорил в начале видео, Left 4 Dead может в киберспорт. И здесь обязана быть игра на рейтинг. Это даже не просто желание. Это мечта. А вот режим сбор, кстати, менее актуален в этой игре. Потому что его играют всего лишь на одной единственной карте. И это крыша No Mercy. Если в игре не будет крыши No Mercy, этому нужна либо достойная замена, либо перенести её в игру. Потому что без этой карты в сбор, скорее всего, никто играть не будет. А вот режим выживания очень вряд ли подвергнется удалению. Потому что он идеально вписывается в концепт Left 4 Dead, чтобы выживать против Орды Зомби. И я очень надеюсь, что я смогу испытать те же самые эмоции, как и на старте игры, когда там было огромное количество багов и трюков. Что касается режима мутации, то это тоже очень сомнительно. Режим Танк был очень достойным. Но только на один раз. В основном там играют только ради достижений. Короче, режим мутации это просто пофанится. И вроде как его можно оставить. Но с другой стороны, зачем перегружать игру, в которой и так будет полно всего. А если говорить про новые режимы, то я бы с удовольствием заценил что-нибудь связанное с машинами. Поездки на разном транспорте как раз и можно сделать в качестве отдельного режима. Ну, потому что во время прохождения кампании это, скорее всего, выглядело бы довольно странно. А вот в качестве отдельного режима вполне неплохо. Например, в этом режиме можно показать путь выживших, который они проделывают, когда заканчивают кампанию на том или ином транспорте. Ну и здесь, скорее всего, тоже будет классическая выживалка, когда ты едешь на транспорте, пытаешься уворачиваться от препятствий и сбиваешь кучу зараженных, набирая очки. Я считаю, что это очень достойный режим и заслуживает отдельного внимания. Как мы помним, управлять транспортом в играх от Valve можно было практически всегда. И будет очень интересно, как же эта возможность сможет прокачаться. Насколько сильно изменится эта технология благодаря Source 2 движку. И какие вообще ощущения мы сможем от этого испытывать. Но начнём с того, что у одной машины этот режим явно не ограничится. Сюда можно добавить и машину Джимми Гипса, и автобус полуночных всадников. И даже машины из серии Half-Life. Особенно из второго эпизода. Может быть, она, конечно, не вписывается в рамки этой серии. Но как бонусную машину, в принципе, вполне можно добавить. То есть вам в этом режиме ещё предстоит набрать огромное количество очков, чтобы разблокировать этот транспорт. Но зная компанию Valve, он также может быть и просто за деньги. Ну и, конечно же, здесь будет транспорт, который непосредственно будут использовать выжившие из самой игры. И самое главное, во всём этом, конечно же, будут звуки. Valve предстоит записать огромное количество рёва моторов, а также звуки покрышек и многое остальное, потому что даже физика не сможет передать все ощущения, как это сделают звуки. И здесь они должны быть на высшем уровне. В самом режиме непосредственно машина также может постепенно разрушаться. Например, если мы заденем какое-то препятствие, отлетит бампер, разобьётся лобовуха, или, может быть, даже отлетит колесо. Всё это имеет место быть, потому что Valve может в разрушимость. Но если всё же про отдельный режим для транспорта нам предстоит только мечтать, скорее всего, его смогут пихнуть и в другие. Например, Danger Zone. Здесь транспорт вполне уместен, особенно учитывая масштабы карты. Также этому транспорту можно посвятить целую отдельную компанию, где каждая глава будет поездкой на машине. И я согласен, что это звучит очень странно, ведь выжившим нужно убежище. Но поскольку они на машине, это что, должен быть какой-то пидстоп или автосервис? Хотя, знаете, убежище тоже можно было бы и прокачать, и, допустим, сделать в одном из них гараж. Ведь мы и говорим про игру, масштабы которой будут в два раза больше. Например, выжившие смогут открыть гараж и поставить туда машину. И в самом убежище мы сможем эту машину как-то модифицировать, чтобы отправиться дальше. Эти модификации будут очень неплохо передавать атмосферу зомби-апокалипсиса, потому что, как мы знаем, практически в каждом фильме на такие машины ставятся те или иные обвесы, чтобы беспрепятственно на ней проехать как можно дольше или как можно дальше. В этом и будет заключаться всё прохождение этой компании, и это будет очень нестандартно. И пока я всё это рассказывал, ко мне пришла гениальная идея, а что если машиной в рамках отдельной компании будет управлять всего лишь один человек? Ведь буквально недавно я как раз рассказывал, что в рамках одиночного режима можно рассказать историю одного персонажа. И чтобы она не была слишком скучной или похожей на какого-то шизофреника, машина здесь идеальный вариант. То есть фактически вас никто не может поймать, вас не могут зажать толпы заражённых, да и вообще вам никто не может противостоять. Единственное препятствие, которое может быть в этом режиме, это различные баррикады, от которых будет ваша машина постепенно разрушаться. И я считаю, что это будет самый лучший вариант совместить поездку на транспорте вместе с одиночным режимом, чтобы игроки максимально получали от этого удовольствия и наслаждались игрой, вместо того, чтобы ждать, когда их поднимут боты, которые телепортируются или очень сильно тупят. А вот во время обычного прохождения кампании мне всё ещё сложно представить поездку на транспорте. Разве что это будет какая-то отдельная глава между остальными, где мы как раз и будем использовать транспорт, но из-за какой-то технической поломки или огромного количества заражённых он далеко не уедет. В общем, кампания Valve просто обязана научить выживших водить. Ха-ха! Да нам теперь сам чёрт не страшен! И давайте подумаем, какие ещё новые возможности ждут наших выживших. Прямо сейчас в серии Left 4 Dead очень слабая настройка прицела, и выжившим просто не хватает этой функции, чтобы мы могли за них настраивать тот или иной прицел, который нам нравится. Правда, лично я играю совершенно без прицела, потому что он у меня внутри монитора, а другие игроки используют сторонние приложения или программы, но всё равно не будет лишним сделать это доступным для каждого игрока. Да и в принципе, как я уже говорил, всю эту технологию могут взять из Counter-Strike Global Offensive. Здесь она на высшем уровне, и другие игроки даже могут видеть ваш прицел, а также его позаимствовать. Про рукопашный бой мы тоже уже говорили, но сейчас мы обсудим его ещё более детальней. Ну, во-первых, это очень весело, а веселье — главный козырь Left 4 Dead. Во-вторых, у выживших очень не хватает возможности менять рукопашное оружие на пистолеты. Это необходимо, чтобы мы могли отбиваться от зомби не только на ближней дистанции, но также использовать пистолеты, если у основного оружия закончились патроны. И если мы не нашли пистолеты или рукопашное оружие, рукопашный бой здесь также будет уместен. Ровно также будет уместен и удар ногой. Ну, примерно точно так же, как Элис это делает во вступительном ролике. Такая возможность тоже будет очень весёлой, а главное — эффективной. Ведь если у нас закончилась перезарядка приклада, мы всегда сможем использовать ногу. В некоторых ситуациях выжившим также очень не хватает возможности ползать. Например, когда вас вывели из строя, а другого выжившего схватили за углом. И вам так и хочется немного проползти вперёд, чтобы отстрелить заражённого. Очень странно, что мы этого не можем сделать. И очень странно, что Valve хотели это сделать. Анимация того, как мы ползаем, есть в Source Mode и используется на неофициальных серверах. А раз уж она используется на неофициальных серверах, можно было бы это сделать и в основной игре. И на некоторых картах бывают такие места, где если выжившего вывели из строя, его уже никто не сможет спасти, потому что он был последний. Туда нет никакой возможности вернуться. И единственный способ здесь как-то надеяться на спасение — попытаться проползти вперёд, пока не схватили другие заражённые. Дерьмо! Единственная группа выживших, которую я хотел бы увидеть в третьей части, это полуночные всадники. Я просто не вижу других кандидатов, которые сделают эту игру максимально эпичной. А если и будет другая группа выживших, то не факт, что они будут лучше предыдущих. И компания Valve уже хотела сделать про них дополнение для второй части, но по какой-то причине они его не сделали. Также очень важно, чтобы состав этой группы оставался без изменений. Потому что, а кто сказал, что там должна быть девушка? В составе полуночных всадников её нет, а значит и в игре быть не должно. Я хочу узнать их историю в полном составе, и плевать, кто что там думает. И я специально не называю причины и сообщества, из-за которых эту игру могли не выпустить, лишь бы про них уже наконец-то забыли. Valve просто обязаны пойти на это смелое решение, и как настоящие фанаты, мы их в этом поддержим. А вот кто точно должен быть в составе полуночных всадников, так это чернокожий, потому что в Америке с этим всё плохо. И к большому удивлению, в составе полуночных всадников он есть. И это Ox. На официальном сайте всадников можно найти изображение, где они представлены в цвете. И там прекрасно видно, что Ox темнокожий. А теперь давайте представим, какой же будет игра, если в составе выживших будут полуночные всадники. Как и любая другая игра, она начинается с концепт-артов. И к большому удивлению, дополнение, которое хотели создать разработчики, имеет концепт-арт. Он находится в иллюстрациях Стима, и его опубликовал официальный аккаунт разработчика Valve. И на нём изображено, как Джейк в прыжке со своего мотоцикла сражается с жокеем, который имеет весьма необычный вид. И давайте по порядку. Во-первых, здесь очень интересный фон, который своим видом напоминает компанию Переход, где также было всё фиолетовое и светящиеся окна. Во-вторых, это мотоцикл. Какого чёрта? Мы никогда не видели мотоциклы в серии Left 4 Dead. И для полуночных всадников в качестве перемещения они идеально подходят. Особенно если учитывать все идеи, которые я рассказывал ранее касаемо транспорта. Ну и последнее, это очень странный вид Джакея. Совершенно непонятно, почему он зелёный, и совершенно непонятно, почему он такой огромный. Может быть, это новая стадия его мутации, которую мы также вполне вероятно увидим в продолжении. Ну и если говорить про этот концепт-арт в общем плане, может быть, однажды он ещё пригодится и сыграет свою роль. Также, когда разрабатывалось дополнение про всадников, они добавили ещё один штат, где должны выступать всадники в своём туре. Этому свидетельствуют плакаты в игре, которые отличаются на один меньше, чем на официальном сайте. И в принципе, это решение вполне понятно, потому что всадники практически закончили свой тур, где им осталось выступить в четырёх городах. А тут появляется пятый дополнительный, прямо как классическое количество глав в компании. И, судя по всему, в рамках этой компании они должны были завершить свой тур. Однако для отдельной игры все эти города и штаты, скорее всего, будут в качестве отдельных компаний, где всадникам на каждом эпичном концерте предстоит противостоять против толпы заражённых. И я уверен, что они их не боятся, потому что даже всадники пишут об этом в своём блоге на официальном сайте. И оставшиеся города, в которые им предстоит отправиться, как раз и находятся в эпицентре заражения. А перемещаться они будут на своём автобусе, который можно встретить во второй главе компании «Переход», о чём они также пишут в своём блоге, что перемещаются только на автобусе. А это значит, что мы не будем верить в сомнительные надписи на стенах, которые гласят, что всадники спаслись на вертолёте. А мёртвые пробки как раз и будут причиной покинуть свой автобус, чтобы найти решение, как двигаться дальше. И в финальной главе последней кампании всадники дадут свой самый мощный концерт, который превратится в выживание, потому что их тур называется «No Salvation», что в переводе означает «Нет спасения». Всех убью, один останусь. Однажды в Left 4 Dead 2 перенесли практически полностью весь первый лэфт со всеми его выжившими и компаниями. Исправили многие баги на картах, пофиксили их для режима сражения, и всё это потому, что первая часть очень быстро перестала быть актуальной. По сравнению с Left 4 Dead 2, в неё играет очень маленькое количество людей. Ну и как бы нету смысла ей заниматься. Лучше уж просто перенести всё в одну игру, которая хотя бы иногда обновляется. И ровно такая же ситуация может возникнуть с третьей частью игры. Но поскольку она будет на Source 2 движке, все эти кампании мы можем увидеть сразу. Это как раз и будет символизировать цифру 3, потому что Left 4 Dead 2 – это не продолжение первой части, это отдельная история про других выживших. И соответственно третья часть тоже будет отдельной историей про других выживших, а цифра 3 будет символизировать 3 игры внутри одной. И я бы просто с великим удовольствием посмотрел, как все эти кампании изменятся на Source 2 движке, а также с огромным желанием там бы играл. А поскольку вместе со всеми этими кампаниями перенесут туда ещё и выживших, они вполне могут получить продолжение своих историй, которые нам было бы очень интересно узнать. И тогда цифра 3 будет не только символизировать 3 игры внутри одной, но и ещё 3 группы выживших и 3 главных сюжета. Ну и конечно все хотят услышать, что в какой-то момент они встретятся, и это будет грандиозное событие. Особенно если третьей группой выживших будут полуночные всадники. Ведь мы с вами знаем, что тренер с Элисом от них фанатеют. Без меня моя девчонка сходит попросту с ума! Да-да-ди-да-да-да-да! Сходит попросту с ума! Огромное желание я также испытываю увидеть зимние кампании. Но согласитесь, что нам просто не хватает этой зимней атмосферы в нашем любимом зомби-шутере. Играть в неё зимой было бы всегда очень весело. И кто-то скажет, что время года может сильно отличаться от того, что нам нужно, и то, что вообще в Америке очень редко выпадает снег, но место действия также вполне возможно может развернуться и в горах. А там снег лежит абсолютно всегда. И к тому же мы ещё никогда не видели подобной кампании, где выжившим приходится пробираться через горы. Это вполне себе может быть место для катания на лыжах и сноубордах. И будет очень весело, если в какой-то момент выжившие также возьмут себе сноуборды и, скатываясь из горы, будут стрелять по заражённым. Ну и, конечно же, если в арсенал выживших добавится метательное оружие, будет очень весело, если они смогут кидаться снежками. Куда более мрачной и атмосферной кампанией смотрелась бы та, где место действия развернётся в тюрьме. Возможно, выжившим придётся через неё пройти или что-то оттуда достать. Такую кампанию можно, в принципе, найти и в мастерской, но фанаты игры далеко не всегда делают их со вкусом. Да и опять же, на втором сурсе это будет выглядеть совершенно по-другому. А в арсенале объектов Valve уже даже есть решётки камер, которые встречаются в Danger Zone CS GO. Во время прохождения Left 4 Dead 2 очень часто можно услышать звуки животных. И причём по звукам эти животные даже не похожи на заражённых. Совершенно понятно, почему разработчики решили ограничиться только звуками. Ну, потому что на то время добавлять всех этих животных было бы слишком ресурсозатратно. Ну, а что если мы поговорим про них сейчас, когда многие игры весят аж 100 гигабайт? Если всё это время животные существуют во вселенной Left 4 Dead где-то на фоне, есть большие шансы увидеть их и в третьей части игры. Однако, из-за того, что кампании игры, скорее всего, будут ограничены определёнными локациями, животных можно добавить не так уж и много. Именно поэтому давайте будем объективными и не станем сюда приписывать животных из разных точек планеты. Также очень важно будет упомянуть, что не все животные способны перенести заражение ровно так же, как и люди. Ну и начнём с животных, которых можно услышать во время прохождения. Ведь раз уж мы их слышим, значит их увидеть больше всего шансов. Во время прохождения кампании «Болотная лихорадка» очень часто можно услышать звуки аллигаторов. И об их присутствии также гласят разные предупреждающие таблички. И если у нас всё же есть шансы увидеть эту кампанию на Сурс-2 движке, то я бы очень хотел, чтобы туда добавили аллигаторов. И в некотором плане они могут быть даже опаснее, чем обычные заражённые. Это всё же аллигатор. Самый распространённый вид животных – это, конечно же, собаки. Собаки есть в любой части мира. И отсутствие их в игре будет вызывать только вопросы. Но вряд ли это будут какие-то маленькие наподобие Чихуахуа. Скорее всего, здесь идёт речь о каких-нибудь больших бульдогах или немецких овчарок. Ведь именно они даже помогают некоторым спецслужбам. Было бы неплохо встретить такого друга в убежище. Или, может быть, во время прохождения они просто пробегали где-нибудь мимо на фоне. Также, если одна из кампаний развернётся в какой-нибудь сельской местности, есть очень большие шансы, что мы встретим лошадей. Ведь кто, как не лошади, способны пережить заражение. И, может быть, даже в какой-то момент мы сможем их использовать как свой транспорт. Только представьте, если игра будет про полуночных всадников, и они сядут на коней. А кампания ещё и будет ночью. Это же буквально дословно полуночные всадники. А вот более крупные животные уже могут предстать перед нами в качестве заражённых. И даже у кого-нибудь позаимствовать способности. Ну, например, в лесах очень часто можно встретить медведя. И по своей природе медведь имеет огромное сходство с бумером, у которого как раз и может позаимствовать способности. И, пожалуйста, избавьте меня от этих шуток в комментариях, что я ассоциируюсь с толстяком. Это не так. И я говорил, что мы постараемся быть объективными. Но если место действия одной из компаний развернётся в зоопарке, здесь уже никуда не деться, потому что там будут животные из разных частей мира. Но, конечно, мы все прекрасно понимаем, что не обязательно заменять животными сразу всех особых заражённых. Некоторых можно просто не трогать, потому что очень сложно будет подобрать того или иного хищника. А теперь рассмотрим кандидатов, которые всё же имеют на это шансы. Очень хотелось бы видеть кенгуру. И здесь он подходит под описание сразу трёх особых заражённых. Первый, конечно, очень сомнительный. Это плевальщица. Я не знаю, почему у меня такая ассоциация, но, наверное, сходство есть. У второго особо заражённого чуть больше шансов, и это охотник. В принципе, кенгуру точно так же может отпрыгивать от стен и нападать с большой высоты. Ну и последний – это громила. Все мы знаем, что кенгуру очень любят боксировать, а также у них большие лапы. И, в принципе, если он мутирует, то будет очень похож на громилу. С этой же огромной рукой, большой ногой, ну и рывком куда-нибудь в стену. Ну и последний наши кандидаты – это приматы. Одним из которых раньше должен был быть Джокей, но его всё же приблизили к человеческой форме. Так вот, в рамках этой кампании он всё же имеет шансы на то, чтобы быть обезьяной. Ну и королём всех этих джунглей будет танк в качестве гориллы. Скорее всего, когда выйдет игра, в рамках этой вселенной прошло огромное количество времени, и заражённые успели мутировать. И есть маленькая доля вероятности, что у них появятся новые способности. И вспоминая дисбалансный Версус, где выжившие гораздо сильнее заражённых, им эти новые способности очень даже нужны. Ну и давайте подумаем, какими они могут быть. Бумеру очень не хватает возможности испортить воздух. Ну а на что ещё он способен? На самом деле, было бы неплохо, если он будет самостоятельно взрываться. Но это будет хотя бы что-то, что можно было бы ему добавить. Играя за плевальщи, очень часто можно почувствовать себя снайпером. Ей, в принципе, можно увеличить дистанцию плевка, чтобы он был гораздо дальше. А также сделать глаза, которые будут в качестве оптического прицела. Это существенно изменит игру за плевальщицу и тоже принесёт какой-то баланс. Жакей чувствует себя абсолютно беспомощным, потому что его очень легко отприкладить и убить одним ударом милишкой. Поэтому у него только один шанс напасть на выжившего, это со спины или прыгнуть с огромной высоты. Но когда он нападает на выжившего, от него также очень легко избавиться. И здесь очень не хватает возможности перепрыгивать с одного выжившего на другого. Ну или хотя бы его отпустить, когда мы это хотим. Я считаю, что это тоже вполне уместно. Очень часто можно встретить такие места, где заражённым в принципе нет смысла появляться. Их либо быстро убьют, либо они нанесут минимальный урон. Но атаковать выживших всё равно нужно, потому что они идут вперёд и набирают очки. А теперь вспомним курильщика, который после своей смерти оставляет облако дыма. Что если он это будет делать самостоятельно? Заражённые не только смогут появляться внутри этого дыма, а также незаметно через него проходить и атаковать других выживших. Охотник, как мы все прекрасно знаем, до заражения занимался паркуром. Отсюда как раз и вытекают его способности. И всё, что ему нужно, это анимация. Только посмотрите, какой крутой она была в первой части, и какой скучной осталась во второй. И в третьей части она просто обязана быть максимально крутой. Пускай он во время своих прыжков исполняет разные акробатические элементы. Это будет уместно не только для самой игры, чтобы в него было сложнее попасть. А также для режима один на один, где очень часто играют против охотника. И пускай этот режим даже будет неофициальный, это всё равно будет очень круто. Короче, лайк за анимацию для охотника. А сейчас я многим лефтерам просто открою глаза, но громила самый глупый заражённый из всех которых существует. Всё, что он может, это сделать рывок вперёд. И ему абсолютно не важно, поймает он выжившего или упрётся башкой в стену. Ему просто надо сделать рывок. Именно поэтому он делает его по одной линии. И я бы сказал, что он мог бы управлять своим рывком, но это будет дисбаланс. Потому что громили и так помогает огромное количество заражённых, чтобы он кого-то поймал. И вот когда он поймает выжившего, ему не хватает возможности его куда-то откинуть. Вы можете либо продолжать его бить, когда он схвачен, либо просто взять и выкинуть куда-нибудь в сторону. У танка есть три вида анимации, как он бросает свой камень. И на обычном сервере непонятно, как устроена эта функция, потому что он просто берёт тот камень, который ему хочется. И было бы неплохо, если бы мы сами выбирали, какой вид камня кинуть. Например, как это уже работает на неофициальных серверах. Также было бы неплохо, если бы он бросал то, на чём он стоит. А не просто брал бы камень оттуда, откуда его в принципе невозможно взять. И чтобы внести сюда какое-то разнообразие, он также может бросаться предметами. Например, столами, мусорными баками и всё остальное, что он может поднять и кинуть выживших. И пускай это нанесёт не такой уж и большой урон, но всё же добавит разнообразие в игру. Также прямо сейчас в Left 4 Dead есть очень крутая особенность, когда вы выстрелите в камень, он разлетится на маленькие кусочки. И в принципе с опытом это умеет делать абсолютно каждый. Особенно если сервер к этому располагает. И вот было бы круто, если бы эти маленькие кусочки также наносили урон. Потому что эти камни можно скитить бесконечно. А танк не может ими бросаться бесконечно, потому что у него уходит контроль. Ну и поскольку Source 2 движок может в разрушимость, будет очень круто, если танк своими ударами постепенно будет ломать предметы. И когда этот предмет достигнет своего предела, от него просто ничего не останется. Это намного круче, если бы они просто исчезали. Ведьма на данный момент единственный пассивный заражённый, и я уверен, что абсолютно каждый хотел бы за неё поиграть. Да, это опять же можно делать на неофициальных серверах. Но в официальной игре эта возможность остаётся недоступной. И было бы неплохо, если её добавят, потому что ведьма не представляет никакой угрозы. Для выживших она буквально как обычный заражённый. И здесь тоже не хватает капельки баланса, который будет, если за неё мы сможем играть. Также я очень надеюсь, что всем особым заражённым уберут цветовую гамму, которая показывает, когда мы находимся в состоянии призрака или уже появились. Думаю, никто не станет отрицать, что она очень ужасная. У многих от неё просто нереально болят глаза. И будет совершенно не лишним, если мы сможем настраивать её насыщенность. Ну, либо хотя бы цвета будут намного приятней. И вот вам небольшой лайфхак, который многие применяют в игре, чтобы её убрать. Просто удалите из папки с игрой эти файлы и наслаждайтесь. А чё так можно было, что ли? Принести баланс в игру также могут и новые заражённые. Выдумывать каких-то абсолютно странных и непонятных, но будет совсем неправильно. И чтобы нам легче было представить, какими они будут, мы будем говорить только про способности. Ну и начнём с того, что заражённые разделены на 4 класса. Обычные, уникальные, особые и боссы. Обычным заражённым, как ни странно, тоже можно принести баланс. И это можно сделать благодаря расчленёнке. В ЛФД 2 вы можете её включить при желании. Но их моделька остаётся такой же. И если, например, у них отлетела рука, они всё равно вас будут ей бить, даже если у них её нету. Так вот, какой же баланс здесь можно принести? Они просто будут передвигаться гораздо медленней, потому что у них будет оторвана та или иная конечность. И это даже добавляет заражённым какой-то каноничности. Уникальные заражённые тоже, в принципе, далеко не отличаются от обычных. И здесь можно просто представить, каких мы ещё не видели. Ну, например, мы никогда не видели заражённых пожарных. И отличительной способностью будет не только огнеупорство. Им также можно сделать, чтобы пожарные извергали огнём. В принципе, мы так и не знаем, как этот вирус влияет на людей. Огонь – это стихия пожарных. И такую способность они вполне могли получить, находясь в огне. И ещё они с собой постоянно носят маленький пожарный топор, который мы сможем использовать как метательное оружие. А на спине они могут носить огнетушитель, который мы уже сможем использовать в качестве рукопашного. Ну, а встретить пожарных заражённых можно будет на улицах города, если выжившим понадобится пожарная машина, которая неплохо бы осмотрелась в качестве спасательного транспорта. Немного ранее я упоминал компанию, место действия которой может развернуться в тюрьме. И я упомянул её не просто так, потому что там мы сможем встретить заключённых заражённых. И они тоже будут относиться к классу уникальных, потому что у некоторых заключённых могут быть цепи на руках и ногах, которыми они будут греметь и привлекать других заражённых по принципу клоуна. Также в качестве уникального заражённого неплохо бы смотрелись и собаки. Собаки есть абсолютно в каждой части мира, и в папке с игрой до сих пор можно найти звуки заражённой собаки. И этот файл даже так и называется. И поэтому увидеть заражённых собак будет намного вероятнее, чем вообще что-либо ещё. Теперь перейдём немного к другому классу и поговорим про особых заражённых. Как я уже говорил, выдумывать совершенно странных нету никакого смысла, и поэтому я просто скажу про способности, которых ещё не было, и которые могут повлиять на баланс. Ну и первый мой кандидат – это слепой. Он может быть не только в качестве особого, но также и боссом, и даже пассивным боссом. Такой заражённый должен быть гораздо сильнее, чем танк. И как раз если он кого-нибудь поймает, он положит его одним ударом, как это делает ведьма. А ведьма, соответственно, уже так не сможет. Во-вторых, сможем ли мы играть за такого заражённого? И в принципе это возможно, и будет даже очень весело. Перед глазами у вас может быть абсолютно чёрный экран. Вы будете ориентироваться только на звуки, ну или даже подсказки друзей. И если кто-нибудь попадётся такому заражённому, это уже будет его проблема. И такой заражённый, в принципе, должен обладать хорошим слухом. Поэтому если нам всё же доведётся за него поиграть, скорее всего все остальные звуки будут немного урезаны. И мы, например, будем слышать только выстрелы или шаги. Поэтому за счёт слепого количество боссов может прибавиться. Добавить баланса в игру может особый заражённый, который будет оглушать выживших. Такой способности мы ещё никогда не видели, и она будет очень уместна. Потому что звуки в лэфте – это первое, на что надо ориентироваться. Заражённые появляются вне вашего поля зрения, и появление сопровождается соответствующим звуком, на который мы как раз и должны ориентироваться, чтобы вовремя среагировать. И когда среди таких заражённых появится оглушающий, ему будет достаточно просто направить свой крик в сторону выживших. И тогда выжившим придётся крутить прицелом на 360 градусов, потому что они не услышат, где появятся остальные заражённые. Субтитры создавал DimaTorzok